Приветствую! Сегодня мы поговорим о законопроекте 10.425. Это законопроект Зеленского о множественном гражданстве. И изучая его, мы с вами разберемся со следующими вопросами. А не противоречит ли он Конституции Украины? Ведь в Конституции Украины указано, что в Украине действует единое гражданство, а здесь мы говорим о множественном уже гражданстве. И естественно здесь мы с вами разберемся, что же такое множественное гражданство, что такое двойное гражданство и что такое два гражданства. В чем отличие этих терминов? Также мы с вами поговорим о том, как выйти из гражданства Украины по законопроекту 10.425. И чтобы все это нам сделать, конечно же нам нужно будет почитать его текст. К нему мы сейчас и перейдем. Чтобы разобраться в вопросах единого, множественного, двойного гражданства, двух гражданств, мы с вами будем смотреть статью 2 этого законопроекта, которая называется «Принципы законодательства Украины о гражданстве». И здесь мы видим, что первым принципом указан принцип единого гражданства. То есть никакого противоречия Конституции нет. Есть этот самый главный принцип единого гражданства. Теперь давайте разберемся, в чем же он заключается. Читаем. Единое гражданство – это гражданство державы Украины, что выключает возможность иснувания гражданства административно-территориальных одиниц Украины. То есть принцип единого гражданства в первую очередь заключается в том, что на территории Украины существует только гражданство Украины. И государство Украина может выдавать только гражданство Украины. Нельзя выдать гражданство Харьковской области, гражданство Киевской области, гражданство Львовской области. Нет, только может быть единое гражданство Украины. Поэтому, когда мы говорим о двойном гражданстве, двойное гражданство, оно подразумевает наличие, например, у человека гражданства Украины и гражданства Львовской области, или Киевской области, или Харьковской области. Именно это запрещено. А что касается двух гражданств? А давайте почитаем. Если гражданин Украины набыл гражданство, подданство иноземной державы, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. А если иноземец набыл гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. То есть, Украина принципиально не запрещает иметь два гражданства. И когда мы говорим о двух гражданствах, мы имеем в виду гражданство Украины и гражданство, например, США, Великобритании или еще какой-либо страны. И это законом не запрещено, но государство говорит, что ты можешь иметь в принципе и гражданство Украины, и США, и Великобритании, и Франции, неважно. Но в отношениях с Украиной ты будешь считаться гражданином Украины. И к слову, в этой части нет абсолютно ничего нового. Если мы посмотрим действующий закон, то вы можете увидеть, что здесь идентичный текст. То есть та же самая история, исключается возможность существования гражданства каких-либо административно-территориальных единиц Украины. И та же самая история с гражданством, с двумя гражданствами. То есть у тебя они могут быть, это не запрещено. Но в отношениях с Украиной ты считаешься гражданином Украины. А что же здесь нового спросите вы? А новое заключается в следующем. Сама идея законодательства о гражданстве, о гражданстве Украины, она всегда строилась на том, что когда человек вступал в гражданство Украины, он должен был подать как минимум декларацию о том, что после того как он приобретет гражданство Украины, он откажется от гражданства той страны, в которой он был гражданином. И одним из оснований для утраты гражданства являлось приобретение гражданином Украины гражданства другого государства. То есть, скажем так, считалось, что если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, то он как автоматически заявляет о том, что ему гражданство Украины не нужно. И он утрачивал его. Кстати, работало это так себе, и те люди, которые сейчас занимаются, вернее, даже до военных действий начали заниматься выходом из гражданства Украины, они знают, насколько это все просто, и что до сих пор многие из них не смогли выйти. То есть, работало это так себе, но в целом был такой подход. Хочешь в гражданство Украины, откажись от своего гражданства. Ну, или пообещай отказаться. А если ты выходишь из гражданства Украины, вернее, приобретаешь гражданство другой страны, то ты утратишь гражданство Украины. Что же будет теперь? Что же нового? А новое заключается в следующем. Теперь в законе есть список стран, чьи граждане могут приобретать гражданство Украины в обход этих всех ограничений, в упрощенном порядке. Что это значит? Это значит, что им не обязательно будет сдавать экзамен, не обязательно там и законы, и Конституцию Украины уже по сути знать. Ну, когда-то потом они сдадут, но сейчас это не обязательно. И все, что им нужно будет подать, это декларацию о принятии гражданства Украины. То есть, для вступления в гражданство Украины, выходцы из этих стран, да, список, вот сейчас давайте посмотрим его на экране, там делайте паузу, и кто захочет, изучит этот список. Так вот, если человек имеет гражданство одной из этих стран, он приходит в Украину, пишет заяву, говорит, что все, я хочу, я декларирую, что я теперь гражданин Украины, и по сути все, ему больше ничего не нужно. Ему не нужно отказываться от своего, скажем так, родного первоначального гражданства. А с другой стороны, если гражданин Украины приобретает гражданство одной из этих стран, то он не утрачивает гражданство Украины. То есть, вот таким образом мы говорим теперь, что есть мультигражданство. Хотя оно и раньше могло быть, поскольку, как я уже говорил, работал этот принцип так себе, но теперь, когда этот законопроект 10.425 будет принят, все официально, человек, который приобрел гражданство США, не утратит уже гражданство Украины. И гражданин США, придя в Украину, получив ее гражданство, тоже не утратит свое гражданство США, и никто не будет от него этого требовать. Зачем это нужно? Здесь мы можем только догадываться, да, злые языки утверждают, что это каким-то образом связано с рынком земли. Конечно же, нас интересует еще и вопрос мобилизации, да, а ведь если они граждане Украины, и у нас ведь принцип вот этот остается, что мы их признаем именно гражданами Украины, то возникает вопрос, а будут ли они мобилизованы, а если они заедут, их что, тоже не будут выпускать? А если это так будет, то возникает вопрос, кто из них придет к нам в гражданство, да, либо они, может, и придут, но останутся где-то за рубежом. Но это такие вопросы риторические, а мы перейдем к следующему вопросу, который был заявлен. Вопрос о том, как выйти из гражданства Украины по законопроекту 10.425. Смотрим его текст. На странице 24 этого законопроекта есть статья 18, где написаны основания для прекращения гражданства Украины. И мы здесь видим, что у нас вследствие выхода из гражданства, утраты гражданства Украины, и по иным причинам, которые предусмотрены международными договорами. И вот сразу мы видим, при каких условиях человек может выйти из гражданства Украины. И мы видим, что гражданин Украины, який, відповідно до законодавства Украины, є таким, що постійно проживая за кордоном, може выйти из гражданства Украины за його заявою. Гражданин Украины, що постійно проживая за кордоном. Этот вопрос, я думаю, для многих становится таким непреодолимым на сегодняшний день. Мы с вами знаем, что Безуглая в свое время проводила опрос, и там были интересные результаты голосования, там более 70% опрошенных сказала, что готовы выйти из гражданства Украины. Но вот вопрос, вернее, ответ обязательным условиям, здесь указано проживание за кордоном. То есть, по сути, для многих это на сегодняшний день просто невозможно. Более того, это не единственное условие. Сейчас я вам покажу еще одно интересное условие. Оно указано здесь же в 19-й статье, но в части 12-й. Вихід из гражданства Украины допускается, если особо набула гражданство иншої державы, або отримала документ, выданный уповноваженными органами иншої державы, про то, что гражданин Украины набудет ее гражданство, если выйдет из гражданства Украины. То есть, человеку нужно не просто постоянно проживать за границей, а ему еще нужно и приобрести сначала новое гражданство, что, опять же, по сути, не совсем возможно в современных условиях. Ну, хотя нет, приобрести гражданство можно, да, наверное, при определенных условиях. Есть страны, где дистанционно можно получить гражданство. Ну, а там тоже требования очень интересные. Ну, и последнее, и, наверное, самое главное по этому вопросу. Все та же 19-я статья, вот здесь есть часть 15. Датою припинення громадянства Украины у выпадках, передбаченных цією статтею, є дата выдання відповідного указу президента Украины. Ну, а как вы понимаете, президент Украины не очень охотно сейчас подписывает такие указы. И это, мягко говоря. Потому что на сегодняшний день люди, которые начали процедуру выхода из гражданства еще до войны, они до сих пор не вышли, потому что президент, если мне не изменяет память, с 20-го или с 21-го года, ну, по-моему, с 20-го, не подписывает указы о выходе из гражданства. При этом некоторых людей, как мы знаем, особенно таких рьяных, уже во время военного положения и мобилизации в Украине, по ним подписывали указы. Но там были указы про утрату гражданства. К слову, конечно же, сейчас вы скажете, а ты не рассказал про утрату гражданства, ведь, может, я могу выйти из гражданства путем утраты? Нет, нет и еще раз нет. Потому что там та же самая история. Должен подписать этот указ президент. И там требования такие, что, ну, среднестатистический человек этому просто не соответствует, да, потому что там и связано с угрозой национальной безопасности, и связано с тем, что человек, например, приобрел гражданство Украины там по поддельным документам, предоставив недостоверную информацию и так далее. То есть это то, что большинства людей вообще не касается. Именно поэтому я не хочу сейчас тратить время на то, чтобы эти вопросы изучать. Практического смысла это просто не имеет. Подводя итог по этой части, скажу следующее. Рассчитывать на выход из гражданства на сегодняшний день вообще смысла нет. То есть ко мне многие люди, как вы понимаете, обращались с этим вопросом, и я как юрист всем отказываю в такой услуге. Почему? Потому что я четко понимаю. Указ президента не будет подписан. А без указа человек не выйдет из гражданства. И соответственно, если я ему сейчас буду помогать, там, подавать эти документы, собирать, подавать в комиссию и так далее, ну, смысла в этом нет. Человек не получит желаемого результата. Поэтому вот хочу вас всех, наверное, уберечь от этого, от того, чтобы, не знаю, платить кому-то деньги за оформление таких документов. Запомните, без указа президента вы из гражданства не выйдете. А в указ президента, я думаю, до конца военного положения он не будет подписывать. Ну, это маловероятно. Вы же сами прекрасно это понимаете. Поэтому, по выходу из гражданства, вот такая ситуация. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было интересным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.